Всем привет! Это набережная Хайфы. На море Штиль, а на берегу остатки нефтепродуктов. Да-да, вы не ослышались. У нас в Израиле произошла экологическая катастрофа. 150 километров прибережной полосы Израиля, а то и больше, повреждены от разлива нефтепродуктов в Средиземное море. И самое интересное, что преступник, конечно же, не найден. И не факт, что его найдут. Но, тем не менее, люди очень быстро среагировали на вот это всё, что произошло. И на этих выходных многие израильтяне пошли на берег моря не для того, чтобы погулять и посмотреть на море, а для того, чтобы убирать вот этот нанесённый ущерб. И вот здесь, на этом видео, мы тоже видим сегодня Хайфу, набережную. И десятки волонтёров с пакетами в руках, в перчатках, в обуви ходят по берегу и собирают вот этот едкий мазут. В новостях пишут, что это вещество, которым покрыт берег моря, это вязкий гудрон. И волонтёры, которые собирали гудрон на пляже, утверждают, что руками собрать тонны вещества не получится, что можно только машиной снять верхний слой до мокрого песка, который пока чистый, но он сохнет, и грязь проваливается ниже. Также пишут, что ущерб, который нанесён морской фауне прибережных вод, ещё предстоит оценить, как и количество нефтепродуктов, сброшенных в море у израильских берегов неизвестными преступниками. СМИ также предупреждают, что, возможно, купальный сезон тоже придётся отложить. Вот ещё одна приятная новость, потому что неизвестно, сколько уйдёт на очистку моря и пляжей времени. Лично я очень надеюсь, что тех, из-за кого произошло это приключение, происшествие, найдут, и они будут наказаны очень сурово. В Хайфе целый день сегодня работают волонтёры, и, конечно, невозможно не сказать огромное спасибо всем тем, кто пошёл на берег моря, потому что они делают огромную работу. Я видела, как с берега доставали черепах всех в этой смоле, других мелких разных животных. Это страшные вещи. Люди, которые гуляли в эти дни по берегу моря, жаловались на то, что их обувь можно выкинуть, потому что она вся в мазуте, и её невозможно очистить. Очень надеюсь, что наше правительство тоже среагирует на эту экологическую катастрофу нужным образом и сделает всё возможное, чтобы очистить береговую линию как можно быстрее. Желаю же вам хорошей экологической обстановки в вашем городе и стране. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!